всем привет сегодня хочу выставить видео где я запекала крылышки в пиве крылатое пиво назвать или пьяные крылья так и назову наверно свой ролик как-то что-то не снимается у меня сейчас не знаю какая-то апатия наступила не сказать что как сказать депрессионный период или еще что но нет какая-то апатия хожу себе в голове сама себе перебираю всякие вещи и снимать не хочется даже краситься не хочется ничего не хочется вообще ничего не хочется вот и поэтому видео нету даже печь не пеку ничего вот готовлю что-то чтобы покушать было так снимать то нечем поэтому и не было видео то и на той неделе вроде бы хорошо поработала эта неделя вот так вот с воскресенья понедельник вторник сегодня уже среда но вот сегодня поснимала вчера дочь а у меня поснимала меня случилась авария еще ко всему этому я свой телефон утопила где бы вы подумали в унитазе там была чистая вода на тот момент но так случилось руки слабеют уже и как но и короче руки из 5 точки и вот так вот получилось так еще не буду объяснять почему да как но вот так вот потянула телефон и не удержала и летела крышка унитаза была открытая телефон стоял на полочке под зеркалом под умывальником назватель как под раковиной да но над раковиной и вот выскользнул из рук и прямиком в дырдочку пытались его реанимировать с дочей обидно только одно что мне этот телефон год назад дети подарили только это обидно а так пришлось вернуться вот к старому телефону к своему пока он у меня тоже уже хромой поэтому мне дети тот и дарили потому что этот стал тоже себе плохо вести ну здесь я я даже не знаю вот два года проходит берешь телефон два года и все аккумулятор уже все не дружит с телефоном а заменять покупать аккумулятор он будете стоить наверно да и ну в общем овчинка выделки не стоит лучше уже тогда новый телефон брать в общем вот так вернулась пока к старенькому к своему я говорю одно обидно только то что это детский подарок но он будет лежать доча мне кричала свой его в рейс суй положи ложи его в рейс рис вытягивает да там но надо было его отключить а так как все что сейчас сенсорная да вода туда попала и вода видно начало гулять по сенсорам и он как начал сам жить свою жизнью как начал сам писать сообщение куда-то делать звонки какие-то в общем это кошмар был дочь аж напугалась говорит я боюсь уже мол выключаю быстрее выключать не получается тоже все же вот на пальцах надо на экране а он не дает выключить и все его вот полностью отключить телефон в общем и смех и грех вчера был но все-таки у меня получилось его отключить засунули моего ри в рейс простоял он там ночь до утра утром я его стала а нет утром он сам включился вот сам включился в рисе и как начал там шабуркаться гудеть звуки подавать и всякой ужас я его вытащила опять пыталась его выключить кое-как там с 20 попытки выключила я его все-таки потом вот достал свой старый телефон давай вытаскивать уже симку сим-карту сюда ее вставлять старый телефон а его вот выключенный опять положила в рис и вот недавно уже теперь вечером опять пыталась его посмотреть что с ним не он также балуется играется сам себе там на уме пытается куда-то звонить пытается писать сообщение почему куда-то в интернет выходит в общем ужас и я его опять в рис засунула ну хай он там и лежит в рисе может все-таки ему рис да поможет посмотрим поможет так поможет нет так нет шо ж теперь если рукожопые то рукожопые вот так шо ж остается делать но вчера конечно дочь поснимала я еще не знаю что она там сняла да конечно вчера я была злая сама на себя готова была сама себя за пятую точку укусить за тоже такая дура не 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 это неповоротливая и руки у меня неизвестно откуда вернее известно откуда выросли и в общем злилась а она в этот момент снимала и обхахакивала меня когда я хожу да как мать и все время говорю смотри не уронить телефон смотри не не разбей там стекло смотри то смотри все потому что телефон дорогие ну и сама мать села в лужу со своим телефоном в прямом смысле этого слова мать то не села а вот телефон свой кунула в лужу хотя ну там чистая была вода там ничего не было но но вот так вот там так что такие истории происходят ну в общем на этом все я посмотрю если можно выложить это видео что что она там поснимала я его тоже прикреплю приятного всем просмотра желаю вам чтобы никогда с вами такая рукожопа не случалось чтобы дорогие телефоны не летали у вас не в унитаз не разбивались они мочились а чтобы все было благополучно хотя как говорится не как не в материальном смысле наше счастье да но оно в материальном тоже когда все везде хорошо тогда и хорошо когда вот вот так материально платишь как сказать платишься за свою рукожопость то и потом платишь и денежки денежки бесплатно никто не раздает на дереве не растут надо потопать чтобы потом полопать так что желаю вам всего-всего самого хорошего чтобы ваши дни не омрачали никакие неприятности не мелкие не крупные не тем более крупные будьте все здоровы и счастливы любимы любите богом хранимы сама главное пока пока сегодня хочу приготовить крылышки крылышки пьяные на пиве будут пить пиво у меня крылышки а потом я их есть но не только я и решила поделиться вот их разрежу я их смолила и тут нож сделала кинжол возьмем можно оставлять и целиком кто хочет но я их вот так у меня здесь килограмм крылышек на пиве посмотрим этот рецепт увидела в интернете что-то захотелось попробовать и когда открыла потом еще очень много всяких таких на пиве рецептов увидела но вот вот этот будет первый а уже там еще последующий еще один увидела тоже интересный по китайски это же на пиве тоже приготовлю как-нибудь и обязательно с поделюсь за только то чем на одну кистец и что из этого получится но посмотрим поэкспериментируем так вот я порезала килограмм своих крылышек действую теперь вот этому рецепту засыпаем чайной ложечкой пищевой соды не знаю почему и зачем теперь их надо вот так вот помыть лякать даже мякоть кому как нравится назвать теперь они немножко постоят буквально минутки три сейчас две три и я их буду промывать ну потом подключусь и покажу дальше так ну все я свои крылышки выкинула в раковину не выкинула положила поднос сполоснула и уложила салфетки 45 у меня тут их сейчас буду хорошо каждую промыть и укладывать и укладывать на обстушку вот так вот промыть каждый кусочек хорошо и уложить просыхать на салфетке дальше подсоединюсь я поставила разогреваться сковородку налила уже подсолнечное масло и крылышки свои сейчас буду их обжаривать с каждой стороны а потом буду добавлять пиво как всегда просто было две бутылки вот одно уже давно стоит ждет своего часа сейчас пришел так сейчас буду обжаривать покажу потом дальше вот все вроде бы моё масло нагрелось сильно накалять не надо и вот чтоб пошипывала пошипывали крылышки буду укладывать немножко надо зарумянить гарнир может быть любой да у кого что я бы сделала какую-нибудь крупную крылышку конечно лучше например гречку может быть себе гречку я творю но у меня дочь не ест крупы ну рис она может еще поесть но она его ест только когда в виде плова вот дети они взбирательно вырастут поймут я не заставляю говорю конечно поешь попробую но заставлять не заставляю и поэтому для неё сказал уже или нет не помню картошка будет полчонку картошку сделаю а тебе наверно немножко гречка творю так не хотят все поместиться сейчас будем немножко уплотнять все сейчас обжарится с каждой стороны и дальше потом буду показывать шкварчатка очень сильно будем проверять переворачивать уже так на серединка вроде бы достаточно обжарилась такие румяненькие будем делать загаривать сильно не буду вот покажу уже затягивать не буду вот такие вот я переворачиваю вот они у нас тут погладили вот сейчас я у меня вот паприка и сладкий перец да первым делом я посолю смотрите когда с другой стороны обжарится если там хорошо сильно обжарилась то тогда перевернуть еще раз на эту сторону перевернуть на этой стороне потом солить черчить вот потому что сейчас уже для меня киевом заливать еще у меня здесь всякие перцы белый, черный, душистый, красный горький кстати у меня вот они горошком в бане состоят а здесь мельницы я их высыпаю и потом их перемалываю и сейчас открываю пиво измеряем под 10 миллилитров 15 мл пивасиков можете посмотреть большинство измерял это у меня будет маленький вот такая Вот это все такое, будто была простенькая такая, а вот она, из кроватых всяких, вот пользуются эти, пользуются только в этой воде, вот там и там и осталось. Все, смотрю, где она есть миллилитры, и только и сейчас отнимаю. Да, вот эта натянута. Сейчас посмотрю. Да, вот, тут где-то у меня, ну это все, что там пены, да, пена здесь 150 миллилитров точно. Может быть чуть-чуть больше, ничего страшного. Вот я заливаю вот это все вот так вот пивасиком, и крылышки мои полетели. Пьяненьким строем. Забурлили. И теперь это дело должно все выкипеть. Вот, ну не все, а практически все. Я пока буду чистить картошку и поглядывать, да, здесь переверну, потому что перец, чтобы ушел раствориться. В этих кусочках и соль, чтобы сверху не осталось. Крышкой не накрывать. Вот так все должно потихоньку выпариваться и томиться. Сейчас я отключусь, потому что я отключу вытяжку, и чтобы пар уходил туда. И пока займусь картошка, так получилось уже тогда выпариться все это дело. Я перевернула еще раз, вот пиво уже практически выпарилось, да. Я так думаю, что я добавлю сейчас еще миллиметр 70, хотя бы 60. И все-таки накрою крышки, потому что, ну, они очень быстро готовятся. Я думаю, что они будут еще не готовы. Поэтому я добавляю еще 50-60 миллиметров пива и закрываю все-таки петрушкой. Я прям уже с бутылки. Все, и поставлю, убавлю огонь. И все-таки накрою крышкой. Пусть они потомятся, потушатся. А потом уже я, если пиво будет оставаться, тут еще жидкости много, я буду выпаривать тогда уже. Пока накрою крышкой сейчас. Не приготовилась. Не достала. Сначала я оботру все это дело. Все, и накрываю. Буквально вот, пока я картошку почистила, приготовила, оно уже практически все выпарилось. Все ровненько ставим и ждем приготовления. Я попробовала на вкус вот эту вот жижку эту или как она называется, сурпу, как еще ее обозвать-то. Ну, как это назовет. В общем, по вкусу я подумала, что мне не хватает чуть-чуть сахарку. Я буквально вот так вот щепотку взяла и сверху чуть-чуть посладила. Еще раз крылышки перевернула, чтобы сахар у нас в этой жидкости разошелся. И сразу подумала, что мне не будет хватать еще вкус немного чеснока. Вот. И я несколько зубчиков чеснока, по-моему, штук пять, я их выдавила. Вот тоже. И когда с сахаром вместе, сразу перевернула. Вот. И все, оставляю еще тушиться вот на медленном огне. На четверке у меня стоит. Закрываю крышкой и пусть немножко томится. Я люблю, когда мясо от косточек отстает. Ну, и дочь у меня так ест. Я вот под нее и под себя подстраиваюсь. Картошка уже варится тоже. Решила гречку себе не варить. Поем ее в следующий раз. Все, делаю до готовности. Как будет готова, покажу. Хотела показать еще вот, смотрю фильм. Может быть, кому-то интересно будет. Называется «Потерянные». Вот этот герой, да, играет здесь героя главного. Но этот вот артист мне очень нравится. Сейчас. Я забыла, как его зовут. Но вот. Кто-нибудь увидит. Может быть, они в этом фильме играют. Ну, там ролик еще играет его сын. Сейчас я уже смотрю вот эту десятую серию. Они постепенно выходят на НТВ. Вот. И, пожалуйста, в Ютубе даже можно забить НТВ «Потерянные» сериал. И смотреть. Очень интересный такой фильм. Так, у меня здесь там-тарарам. Я уже выпариваю крылышки, да. Сейчас буду переворачивать их еще последний раз. Все. Толчонка почти готова. Там молоко внутри. У меня и масло греется. Сейчас буду толочь. Попереворачиваю, в общем, ой, эти крылышки. Вот. И все. И они уже готовы. Я их сейчас переверну. И еще минутки три, наверное, они постоят без крышки. И я накрою крышкой и буду выключать. Все. Они готовы. В общем, ну, делается быстро это все. Недолго. Вон, занято что-то. Мандаринку съела, и она эхом отдается. Как некоторые говорят, женские шалости. Как женские, как же говорит всегда одна бодерша, женские мелочи. Вот. Так что. В общем, все. Допереворачиваю уже, да, толчонку. Потолку. И потом уже покажу и скажу, как оно на вкус. Ну, вот. Все. Крылышки готовы. Картошку я наложила для дочери. Я попробовала кусочек. Ну, не буду показывать, где он раздербаненный мною. Я не стала много есть. Ну, есть, да, я попробовала просто кусочек от крылышка взяла. В общем, я вам скажу, мне очень понравилось. Очень. И что, кто любит чеснок, тот добавляете. Нет, так я другой рецепт видела. Потом я буду, там другие ингредиенты еще добавляются. Буду делать не в следующий раз, но чуть попозже. И там добавляется в конце ингвер. Ой. Как же он? Ингвер по-нашему же. Господи, ну как же он называется? Так, я сделаю паузу и посмотрю, как он переводится. Все сделала перевод. Это имбирь. Имбирь. Если есть свежий, натереть можно уже в конце. Перед тем, как вы минутки за две собираетесь выключать, да, сверху его потереть меленько на терке. Или, ну, кто чеснок, да, не предпочитает. Или есть в порошках еще имбирь сухой. Тоже можно слегка посыпать, но не переусердствовать, потому что он хорошую горечь дает. Вот. Кто не любит имбирь, тому чеснок. Ну вот я чеснок, здесь захотела чеснок, потому что в следующем рецепте я потом сделаю именно с имбирем. Ну все, приятного всем аппетита. Мама. Мама, че случилось? Ты мне таз упала. Говно выли таз упала. Так че случилось? Расскажи хоть. Иди отсюда. Ну расскажи. Петя. Уйди. Петя, расскажи. Для твоих цушала. Для них. Унитаз в унитазе утопила телефон. Вот че случилось. Махт швас? Унитаз в унитазе. Да? Махт швас? думаешь долго так будешь стоять долго и упорно пока вся вода не вытечет там вся вода уже если не я тебе говорю если нравится ставьте лайк туториал давай показывай как это делается если кому-то и упадет я вообще-то почистить сказала ну ладно может кинуть еще раз каком об косяк ты чё пришел тоже вы не доходишь иди на youtube как все же все видишь пошла включай быстрей нет 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 не не делай этого нет нет выключай не нравится ли вы пожалуйста все нет 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 нет